В канун Нового года глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел церемонию награждения победителей и призеров республиканских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. Лучшими из лучших были признаны педагоги общеобразовательных учреждений села Натырбова. Один из них – учитель СОЖ-8 Юлия Голубова, ставшая лауреатом ежегодного конкурса «Учитель года Адыгеи». Сегодня мы встретились с Юлией Николаевной. Расскажите нам немного о себе, где вы учились, почему выбрали именно эту профессию и с какого года работаете в этой школе? Вообще профессия учителя связана прежде всего с тем, наверное, что у меня был прекрасный преподаватель, учитель здесь в одной школе. Именно Татьяна Васильевна Симоненко дала мне тот, наверное, идеал учителя, заложила во мне ту любовь к русскому языку, к родному языку. И с этим, с этой целью, с этой, скажем так, мечтой я поступила в Адыгейский государственный университет. И, собственно, так стала реализовываться моя мечта. Я пришла работать в свою школу с 2015 года. И по сей день не было ни одной минуты, наверное, чтобы я о чем-то сожалела или хотела сменить род своей деятельности. Как вам отнесся коллектив и вообще, каково это вернуться в родную школу уже в качестве учителя? Коллектив молодой, я скажу, у нас в школе. И все восприняли, ну, наверное, ну, все-таки с теплотой, с какой-то душой. Было очень приятно, что меня поддерживали, мне многое во многом подсказывали. Все равно, когда молодой педагог, мы совершаем какие-то первые свои ошибки. И когда за плечами чувствуешь крепкое такое пожатие, крепкие такие узы своих старых учителей, это закаляет. Назовите плюсы и минусы в вашей работе. Минусы, что не хватает, начну с минусов. Минусы — это когда не хватает времени, ну, скажем так, на какие-то личные дела, да, в личное пространство. Потому что работа занимает все мое свободное и рабочее время. То есть, чтобы остальные понимали, быть учителем — это работа 24 часа в сутки. Не бывает выходного дня, ты все время занят школой. Школа — это все. А плюсы? Плюсы — это, наверное, то, что ты получаешь от своей работы удовольствие, когда видишь, что у детей получается. Получается не только учиться. Я не считаю, что все должны быть отличниками. Я считаю, что прежде всего каждый должен быть человеком. Когда ты воспитываешь каждый день, видишь этого ребенка, его удачи, поражения, и все это вместе проживается. И потом этот ребенок спустя какое-то время говорит тебе просто страсти, это уже говорит о том, что он помнит, что ты был его учителем. Я считаю, что это замечательно. В каких классах вы преподаете? И график у вас в какой неделе? Сколько раз вы приходите в школу? Я преподаю с пятого класса по одиннадцатый. Каждый день я в школе. По шесть уроков, по шесть, по семь уроков. У меня нагрузка, да, и у меня выпускные классы. Мой любимый, замечательный одиннадцатый класс. Я надеюсь, что этот год будет удачный. И при сдаче ЕГЭ, и ОГЭ девятых классов. С кем легче работать? С младшими классами или со старшими? Ну, здесь, конечно же, поначалу, когда я пришла работать, мне было, конечно, проще работать с маленькими детьми, потому что, ну, все равно маленький ребенок, он смотрит на тебя еще чистыми светлыми глазами. Чуть постарше дети уже все равно, и где-то начинают лукавить, юлить, и показывать свой характер, и приходится мириться и бороться. Но сейчас я понимаю, что наши дети, современные дети, они действительно личности уже в десятый, одиннадцатый класс уже где-то и прислушиваешься к ним, и где-то вступаешь в дебаты. Ну, я теперь уже, на мой взгляд, десятый, одиннадцатый класс, вот это приятнее, пообщаться, о чем-то порассуждать. Люблю взрослых людей, детей. Расскажите нам про участие в конкурсе, каково это было, ваши ощущения, впечатления? Участие в конкурсе, это вообще, я не знаю, оно перевернуло всю мою жизнь. Я когда шла на конкурс, я не шла с целью победы, с целью какой-то достичь результата. Я шла, и мне было интересно посмотреть на других участников конкурса. Такой богатый опыт, который там получаешь, мне кажется, не получишь ни на одних курсах повышения квалификации, потому что это живое общение, там нет духа соперничества. Ты выкладываешься по максимуму, ты выкладываешься с душой, ты показываешь, на что ты способен, прежде всего, способен ли ты вообще носить звание учитель. Это закаляет, это воодушевляет, вдохновляет, я не знаю, ты раскрываешься. Вот что дает конкурс, раскрыться. Если очень много слышишь таких выражений, я не хочу, я не знаю, я боюсь. Нет, когда ты попадаешь туда, там абсолютно другая атмосфера, ты растворяешься среди тех людей, которые такие же учителя, как и ты. И общий дух, общая атмосфера, она сближает. Получается, что вы не боялись с первых? Нет, я шла удивительно спокойно до конца, и уже когда даже республиканский этап был, смотришь в глаза коллегам и находишь понимание. А чего бояться? Мы делаем эту работу каждый день, и ничего, собственно, нового, ничего такого сверхъестественного там не происходит на конкурсе. Ты показываешь ровно то, на что ты способен, что ты делаешь каждый день изо дня. Своя работа. Может быть, именно ваше спокойствие принесло вам и удачу, и эту победу? Ну, я думаю, прежде всего, наверное, вера моих учеников, безумная поддержка моего коллектива, которые на каждом этапе поддерживали меня, советы давали, конечно же, помогали. Может быть, не знаю, может быть, это и любовь к тому, чем я занимаюсь. Сколько этапов было, и на каком этапе вам было тяжелее? Вы имеете в виду какой? Республиканский? Республиканский, да, уже. Ну, значит, у нас было два этапа. Это был урок, даже три, затем днеурочное занятие я давала, классный час, и последний был мастер-класс. В общем, единственное, что было немного сложновато, это онлайн-урок. Все равно он не передаст тех эмоций, которые происходят во время непосредственно живого общения, когда жюри бы сидели, наблюдали. Но, тем не менее, со всем мы справились, и неплохо. Было интересно посмотреть мастер-классы остальных участников. Я считаю, что все было на высшем уровне. Каково это вернуться победителем, лучшим учителем русского языка? И как вас встретили уже здесь, дома? Ну, моя семья, конечно же, во-первых, очень обрадовалась, да. Но я не чувствовала себя победителем. Я просто как бы перелистнула еще одну страницу своей жизни. Это была победа, и это замечательно. Я, наверное, больше посвятила ее родной школе тому, что не было бы меня, не было бы вот тех моих достижений, если бы не было той поддержки, которую мне оказали и в районе, и в родной школе. А награда какая была? Это диплом, и от, кажется, профсоюза нам выдавали небольшие презенты. Но награда, самая большая награда, это то, что я победила, да, заняла какое-то место, и все. Награда в душе, в сердце, в спокойствии, что все закончилось. Все-таки это, ну, это эмоциональная такая нагрузка, давление, но все уже хорошо завершилось. Если вам предложат еще участвовать, вы будете принимать участие? Нет, я, наверное, пока ближайшие пять лет, я думаю, что нужно сделать перерыв, нужно доработать. Во-первых, я считаю, что все равно какие-то погрешности ты находишь, в себе ошибки, нужно совершенствоваться, и я думаю, что пока я буду работать над собой. Планы на будущее какие у вас? Дальше стремиться развиваться, учить детей. Если бы не учителем, кем бы вы еще могли стать? Вы представляете себя в другой профессии? Нет, в другой профессии я не представляю, и даже, мне кажется, я ничего не умею. Только русский язык и литература читать, учить детей родному языку. Ну и ваш совет будущим педагогам? Не нужно бояться, ничего не нужно, не нужно замыкаться в себе, не нужно брать чужие идеи. Если вы носите звание учитель, вы уже истинно творческий человек. Нужно просто раскрываться, и все, успехов! Надсек Чмезова и Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова